Игорю Соковых 11 лет, почти год. Он заново учится ходить. В сентябре 2015 мальчику поставили диагноз – рак. С тех пор больничные стены стали домом. Несколько курсов химии, постоянное наблюдение врачей, и, конечно, мама, которая всегда рядом. Елена говорит, все началось с простого недомогания. Никто и подумать не мог, что вполне здоровый мальчишка окажется на больничной койке. В пенсию мы сдаем кровь, в пенсию нас вызывает врач, у вас повышенный лейкоцитоз. У нас было 220 лейкоцитов. У нас рост просто был классальный. Здесь уже шли часы, как говорят врачи, борьба. Хотя ребенок при этом вроде бы как бы и вялый, в тот же момент, но есть силы там и аппетит. Лечащий врач Игоря дает положительные прогнозы. Сейчас у пациента ремиссия, и скоро они вместе с мамой отправятся на реабилитацию. За последние несколько лет заболеваемость раком у детей выросла в полтора раза. Статистика неутешительна. Поэтому доктора настоятельно рекомендуют родителям обращать больше внимания на своих детей. Чаще всего заболевания проявляются такими неспецифическими симптомами. То есть начало заболевания начинается, что может быть вот он вялый, стал что-то вот такое. Но это вот все как бы, если в течение какого-то длительного времени повторяется, то надо бы обратить внимание, обратиться к врачу. Если, допустим, какое-то заболевание, повышение температуры, что-то такое необычное, чего нельзя объяснить в какой-то банальной ситуации. Каждый год в Самарской области рак в той или иной форме обнаруживают почти уста детей. Для них нужны специальные условия и оборудование. Сейчас в разработке находится проект нового корпуса на 200 мест и школа реабилитации для детей с диагнозом рак. Такая уже несколько лет работает в Москве. Чтобы дети эти не отстали, чтобы они могли учиться. У нас в нашей клинике уже три года подряд дети сдают ЭГЭ. Это полная школа. И вот педагог, организатор этой площадки сегодня встречается с министром образования в вашей области. И Самара готова тоже организовать такую школу. Многие формы рака на ранней стадии самарские врачи научились лечить. С помощью химии и лучевой терапии, а также операционного вмешательства удается спасти жизни 80% детей. И не просто поставить на ноги, а дать второй шанс. Основная задача, чтобы маленькие пациенты могли учиться, а в дальнейшем работать и создавать полноценные семьи. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Мариана Мирная, Константин Головин.